Добрый день! И сегодня было бы интересно подвести итоги того, как эти полгода прошли для кировских экспортеров и для самого Центра поддержки экспорта. Может быть, какие-то уроки удалось извлечь, новое направление найти. Но обо всем по порядку. Давайте начнем все-таки с того, как кировский бизнес это время переживает. Вы всегда рядом, не только со стороны наблюдаете, но и в процесс включены. И думаю, что можете нам рассказать, как пандемия сказалась на экспортерах. В экспортерах, возможно, в первую очередь они пострадали, потому что границы – это то, что закрыли первым. Ну, конечно, он отразился на деятельности всех предприятий в любой отрасли. И экспортеры пострадали в том числе. Да, именно из-за закрытия границ, из-за того, что их партнеры также ушли на карантин, приостановились иногда поставки, иногда проблемы с оплатами возникли. Изменилась покупательская способность, то есть предприятия вынуждены были закрыть свое производство, потому что торговые центры были закрыты, и люди не приобретали различные виды товаров. Поэтому, конечно, на любой отрасли это отразилось. А есть какие-то цифры, может быть, уже видно? Подводились какие-то итоги, может быть, по первому, по второму кварталу? Ну, по итогам деятельности за первый квартал, по данным Федеральной таможенной службы, у нас всего лишь падение на 1%. Но мы понимаем, что объемы сохранились за счет крупных предприятий, за счет того, что были наработки прошлых лет, действующие контракты. А именно цифры за полугодие покажут реальную картину, как ситуация отразилась на деятельности и на экспортной деятельности нашей предприятии. Да, самым сложным все-таки второй квартал оказался. Поменялись условия, формат работы, а что для экспортеров изменилось? И начало ли уже вот сейчас что-то возвращаться на прежние рельсы? Ну да, ситуация становится лучше. Многие предприятия за рубежом запустились, партнеры стали выходить на контакт, стали поступать запросы. Но это только-только. Ситуация поправляется, и мы надеемся, что второй волны не будет, но все-таки должны быть к этому готовы. А вот поменялся ли вообще формат взаимодействия сейчас? Кто кого ищет? Продавец покупателя или покупатель продавца? В этом году впервые используется такой формат. С помощью российского экспортного центра к нам поступают заявки из зарубежных стран, где ищут продавцов из Кировской области, то есть ищут конкретный товар. Если раньше искали наши покупатели для нашего товара за рубежом, то теперь нам приходят заявки из зарубежа. Но это, конечно, больше всего касается химической продукции, дезинфекторов, медицинской продукции. Вот такие запросы приходят. Поменялся запрос и формат работы заказчиков, а поменялись ли как-то интересы кировских экспортеров? Может быть, взгляд на выбор стран для сотрудничества? Как они вообще под рынок подстраиваются? Конечно. Наши экспортеры подстраиваются под сложившиеся условия. И если какая-то страна закрыта, либо сейчас неблагоприятная экономическая ситуация, наши предприятия вынуждены искать новые рынки сбыта. Поэтому к нам приходят запросы, приходят руководители предприятий, мы беседуем, обсуждаем, куда можно вывести данный товар и совместно проводим различные мероприятия. Либо поиски партнеров организовываем, обсуждаем, возможно ли выход на электронные торговые площадки. Поэтому, конечно, пытаемся и помочь, и предприятия сами ищут различные пути решения своих проблем. Происходящее событие – это не только риски, да? И думаю, вот за это время многие предприниматели это уже поняли, что это и новые шансы поиска направлений новых работы. Стали ли бизнесмены как-то гибче? Удалось ли найти какие-то новые возможности для работы на экспорт? Конечно. Мы помогаем нашим предприятиям выйти на международные торговые площадки. То есть, если мы не можем поехать в страну? Если мы не можем поехать, то мы пытаемся отправить свой товар тогда различными путями. Если раньше мы знали только о пяти самых популярных площадках, теперь мы провели ряд семинаров, вебинаров и рассказали, что есть и внутренние торговые площадки, европейские, и китайские внутриторговые площадки, есть специализированные площадки для торговли пиломатериалами. И именно под каждое предприятие мы подбираем та площадка, которая будет наиболее эффективна. А заключение контрактов как происходит? Какие-то скайп-разговоры, дистанционное сотрудничество? У нас есть услуга поиск-партнера. Теперь мы можем погрузить в эту услугу и проведение онлайн-переговоров, где они могут детально обсудить и условия поставки, и какие-то свои вопросы. Вы уже начали, в общем-то, говорить о том, что изменилась работа экспортеров, пришлось измениться и вам. Вообще серьёзная перестройка работы происходила? Конечно. Все наши обучающие мероприятия, мастер-классы нам пришлось проводить в формате вебинаров. Также выездные мероприятия запрещены, и нам приходится всё равно. Работа наша не останавливается. Мы ищем другие пути, предоставляем другие услуги, чтобы и предприятиям было полезно, и это приносило эффект. А вообще запросы бизнеса, они как-то поменялись, которые к вам поступают? Да, теперь много запросов на сертификацию, на выход на электронные торговые площадки, на поиск партнёров. В общем-то, вы уже начинаете перечислять услуги, я думаю, чуть подробнее раскроем каждую из них. А вот если в общем, появились ли какие-то новые, может быть, направления у вас работы, или как-то старые вам пришлось трансформировать? Может быть, одной работе стали меньше внимания, уделять другой больше? Появились у нас такие новые форматы работы, как Частерпредом. Мы организовываем онлайн-конференции с представителями Министерства промышленности и торговли за рубежом, с торговыми представительствами Российской Федерации за рубежом, где наши предприятия в формате видеоконференции могут задать свои вопросы и получить ответы. Ну, конечно, выставочно-ярмарочное мероприятие, пока мы находимся в ожидательной позиции и ждем, как у нас пройдет второе полугодие. Поэтому больше мы уделяем внимание другим услугам. Где-то меньше работы, где-то больше работы, соответственно, где-то меньше финансирования, где-то больше финансирования. Вот возможно ли так варьировать? Допустим, выставочная ярмарочная деятельность у вас финансировалась, теперь ее нет. Возможно ли эти деньги перекинуть на какие-то другие услуги? Конечно, у нас на постоянной основе происходит корректировка нашего бюджета. И если мы понимаем, что выставка не состоялась, либо переносится на следующий год, у нас есть возможность свободное денежное средство перераспределить на другие услуги, которые пользуются спросом. Например, сертификация. Давайте по порядку, да, об услугах конкретно. Сертификация. Расскажите поподробнее, что это, как предприниматели могут к вам обратиться, что получить. Да, наша услуга сертификация. Мы финансируем 80% от сертификата. Это субъекты малого и среднего предпринимательства могут обратиться в Центр поддержки экспорта, если у них экспортным контрактом предусмотрено, что должен быть международный сертификат. Либо они планируют осуществлять поставки за рубеж и знают, что в конкретную страну нужно обязательное требование к сертификации. Сертификат качества, да, о том, что наша продукция может без проблем продаваться. Можно, да, так сказать. И Центр поддержки экспорта софинансирует 80% от стоимости сертификата, 20% финансирует само предприятие. В настоящий момент у нас прошел первый конкурсный отбор, и шесть компаний отобраны для получения сертификатов. В дальнейшем, если у нас была такая возможность, то мы снова объявим конкурсный набор. Вы уже несколько и других направлений работы назвали, например, выход на международные площадки. Вот здесь тоже, насколько я знаю, мы с вами уже делали программы. Вы рассказывали о том, что предприниматели точно также могут обратиться к вам, и вы можете помочь в поиске. И не только в поиске, но и в финансах. Да, в ближайшее время мы планируем 8 компаний вывести на международные торговые площадки. И также, если появится у нас такая возможность, в следующем полугодии мы продолжим эту работу, и следующее предприятие будем выводить. А какие это компании, какие это площадки, я имею в виду сферы деятельности, может быть? В этом году у нас размещаются на электронной торговой площадке промышленные предприятия, которые занимаются производством косметики, детские товары, обувь, продукции лесной отрасли, и, соответственно, и площадки. Специализированные площадки. Специализированные площадки. Поиск партнеров. Также вы сказали, еще одно направление деятельности. Вот что это, как здесь можно с вами сотрудничать? Для этого нужно прийти к нам в офис на Динамский проезд 4, и мы с представителем предприятий решим, в какую страну наиболее целесообразно экспортировать данный товар. Либо представители предприятия уже знают, где они хотят расширить рынки сбыта, и после этого мы осуществляем поиск. Это может сделать не только начинающий предприниматель, но и... Конечно, это может быть и предприятие, которое не занимается экспортной деятельностью, но готово начинать экспортировать. Тогда мы, может быть, для начала сделаем поиск в странах ближнего зарубежья, куда легче осуществить первоэкспортные поставки. Также и опытный экспортер, если он планирует расширить рынки сбыта, и поставил себе цель найти покупателей в какой-то определенной стране. Вот нашли мы партнера, да? Дальше нам нужно заключить с ним какие-то контракты, при этом не наделать ошибок, не попасть в какие-то неприятные ситуации, не переплатить и недополучить денег. Вот как-то в оформлении документов вы помогаете предпринимателю? Да, конечно. Особенно для начинающих экспортеров у нас есть такая полезная услуга, это как экспертиза контракта. Мы можем и подготовить экспортный контракт, либо проверить, отредактировать их заготовку. У центра всегда была очень хорошая образовательная программа, тоже уже вы начали об этом говорить, о том, что пришлось поменять формат проведения этих семинаров. Вот, может быть, расскажите подробнее, какие семинары уже удалось провести, и, может быть, какие планируются в ближайшее время и в каком формате? Ну, за первое полугодие мы провели несколько авторских семинаров, которые у нас пользовались большой популярностью, и антикризисные семинары мы проводили. Во втором полугодии мы планируем, что пройдут семинары по программам школы экспорта РЭЦ. Это семинары, которые направлены на все аспекты экспортной деятельности, это и таможенное оформление, и логистика, и как подготовить материалы и презентацию, как проводить переговоры, как настроить вообще экспортную деятельность на предприятии, то есть все аспекты экспортной деятельности будут затронуты. Формат известен? Это тоже онлайн или еще не есть? Ну, конечно, хотелось бы, чтобы это было личное присутствие участников, но мы будем, конечно, ориентироваться по ситуации. Ну, вот к следующей теме разговора, да, наверное, будем переходить. Как раз о том, что хотелось бы. Чувствуется, что обстановка уже изменяется, оживляется во всем мире, ну, или в большей части, может быть, в Европе, да, снимаются ограничения, пусть и медленно. Есть ли уже какое-то понимание того, как работа будет строиться вот в ближайшие полгода? Можно ли начать реализовывать какие-то планы по участию в выставках, в бизнес-миссиях? Конечно, мы планируем, что наши выставки и бизнес-миссии состоятся, но пока выжидательная позиция, скорее всего, состоятся выставки в ближнем зарубежье, это Казахстан, Узбекистан, дальнее зарубежье мы еще ждем. Что будет? А вот те выставки, да, те бизнес-миссии, которые сорвались, ведь их немало, я думаю, сорвалось, это все уже бесследно, утеряно ушло или предприниматели могут как-то, смогут наверстать упущенные? Ну, многие выставки не отменились, как раз были перенесены на осень, и они у нас в плане есть. Вот дальше мы ждем, что будет осенью. Но учитывая то, что выставки ежегодные по этому предприятию, но они, конечно, обидно, что они пропустили выставку, если она проходит осенью, либо летом, либо зимой вот должна была быть, но в следующий год, значит, она состоится. Наверное, здесь сложно заранее, да, говорить, до последнего придется ждать, а вот какие выставки впереди возможны, какие в этом году еще можно посетить будет? Мы планируем выставку в Казахстане, индустрия детских товаров, в Беларуси тоже индустрия детских товаров, в Узбекистане выставка красоты, и в Казахстане выставка красоты и косметики. В Китае у нас запланированы две выставки, это лесная отрасль и пищевая отрасль, межотраслевая выставка в Узбекистане у нас запланирована, запланированы бизнес-миссии в Сербию, в Узбекистан, Но мы также будем ориентироваться по обстоятельствам. На самом деле, огромное количество мероприятий. Да, и это еще не все. Это только ближние, зарубежные. Да, есть еще у нас индивидуальные выставки, которые предприятия прошли конкурсный отбор, который проходил в начале года. И у них запланированы индивидуальные выставки на второе полугодие. Также мы каждую выставку отслеживаем и смотрим, состоится она или нет. А вот с самими предпринимателями вы ввели разговор на этот счет не побояться в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, а не туда поехать? Нет, если все будет хорошо, так, конечно, мы поедем. А если будут какие-то ограничения, то мы задумаемся. В первом полугодии вы принимали заявки на финансирование международных торговых площадок, на сертификацию, помогали финансово. Смогут ли в этом году предприниматели еще какую-то финансовую поддержку получить и по каким направлениям? Ну, поиски партнеров мы осуществляем круглый год. По выходу на международные торговые площадки и по сертификации мы будем ориентироваться, исходя из нашего бюджета. Если появится возможность, то мы снова продолжим финансирование. Опять же, если пойдет разговор об очередной отмене выставок, да, или их переносит... Да, мы сможем перераспределить наши денежные средства. Это подходит к концу времени нашей программы. Хочется еще поговорить о чем-то, может быть, позитивном, да, о том, как выйти вообще из этой пандемии, как понести минимальный урон. Вот, на ваш взгляд, удастся предпринимателям в этом году выполнить план по экспорту? Этот год выдался непростой, но предприятия работают, ищут новые направления, куда можно поставлять свою продукцию. Проводится совместная работа с Центром поддержки экспорта. Предприятия могут к нам обратиться за услугами, за финансовой поддержкой. Поэтому мы надеемся, что их планы будут реализованы, и мы готовы всячески в этом помочь. А вообще, вот как вести себя экспортером, чтобы скорее преодолеть этот кризис, который компании коснулся? Наверное, он коснулся действительно всех. Ну, не сидеть на месте, искать различные пути, искать другие направления, может быть, сделать диверсификацию и выпустить какой-то дополнительный вид продукции. То есть, конечно, нужно подстраиваться под существующие условия, обращаться к нам, потому что мы совместными усилиями можем придумать и предложить им различные наши услуги и поддержку. А вообще, вот много предприятий, которые изменили производство, уже нашли какие-то новые современные технологические решения и для борьбы с коронавирусом в том числе, и готовы их приобрести? Ну, конечно, это предприятия лёгкой промышленности, химической промышленности, которые смогли шить те же маски, и поэтому не было простроя, и не было сокращения штата. И предприятия химической промышленности, которые смогли сразу производить дезинфекторы и различные антисептики. И всё это идёт на экспорт? Это в том числе идёт и на экспорт, да, и на внутренний рынок. Вы уже сказали, что предприниматели могут к вам обратиться за любой помощью. Давайте напомним, куда можно обратиться, как можно обратиться. И ещё не раз мы говорили о том, что есть некая прямая линия, именно связанная с коронавирусом для бизнеса. Куда можно звонить? Да, действует прямая линия для предпринимателей. Это телефон 410-410, куда предприятия могут обратиться со своими проблемами. Также существует центр поддержки экспорта, наш телефон 21-24-30. Мы находимся на Динамский проезд 4, офис 205. Всех приглашаем к нам, познакомиться. Или продолжить сотрудничество. Да, или продолжить сотрудничество и общение. Мария Александровна, спасибо вам большое за разговор. Время наше, к сожалению, заканчивается. Доброго дня вам, доброго дня всем слушателям. Да, Мария, спасибо за эфир. Всем желаю удачи, слушателям хорошего дня, экспортерам крупных контрактов. Возрастное ограничение всех мероприятий и семинаров, проводимых Центром поддержки экспорта Кировской области 16+. Крупный план.